Впервые партии «Удар» и тогда еще «Солидарность» объединились накануне президентских выборов 2014-го. Новую силу, немудрство и лукаво назвали блоком Петра Порошенко. Зоны влияния разделили просто. На пост главы государства выдвинули единого кандидата Петра Порошенко, на пост мэра Киева Виталия Кличко. Позже на парламентских выборах «Удар» должен был получить половину мест в списке БПП, но пропорция пошатнулась в сторону президента. Вместе партии ходили и на прошлогодние местные выборы. Год назад Виталий Кличко назначили руководить Объединенной полицилой. Пост он покинул совсем недавно, объяснил, этого требовал закон. А вот комментировать информацию о расколе в Объединенной партии Виталий Кличко не захотел. Комментировать слухи – дело неблагодарное. Источникам, пожалуй, виднее. Но если у них информация достоверна, пусть попробуют заявить о ней открыто, не прячась под именем «источник». Почему нет? Представители президентской силы разговоры о возможном выходе удара тоже опровергают. Мол, никто ни с кем не ссорился и никто никуда не уходит. Это не более чем домыслы и вымыслы. И связаны они с тем, что Кличко должен уйти с главы партии. Потому что закон о госслужбе, который принят в Украине, не разрешает главе администрации руководить партией. Вот и все. Но дружили партии только на публике, говорит в прошлом ударовец и член фракции ППП в парламенте Виктор Чумак. Партии «Удар» нету. Месяца 3-4 назад о выходе говорил Кличко на собрании. Но он всегда об этом говорит и не более. Уже потеряна большая куча людей. По регионам там просто кошмарная ситуация. Депутаты от солидарности заходили на ячейках удара, а потом всех ударовцев вытеснили. Много обиженных. Политолог Виктор Таран же уверен, что партия «Удар» таки может снова стать самостоятельной. Юридически за два года якобы объединения партии президента и киевского мэра таки не стали единым целым. Даже название не изменили. С обеих сторон понимали. Дружба ненадолго. Это украинская традиция. Мы всегда объединяемся на небольшой период времени с одной целью – дорваться до власти. А потом начинается броуновское движение, расцепление. Начинаем между собой ссориться и угнетать власть. Так было у Ющенко и Тимошенко. Так и сейчас происходит. Пройти в парламент партии «Удар» по-видимому не удастся. По оценкам социологов, нынешний рейтинг силы намного ниже 5-процентного проходного барьера. А вот дружба на время выборов, например, с Юлией Тимошенко или Михаэлом Саакашвили, говорят политологи, вполне возможно. Улена Кондрашова, Николай Квас. Настоящее время. Киев.